В таблице операций, кроме введенных пользователем характеристик, можно увидеть также расценку операции. Единицы измерения расценки, наименование денежной единицы, а также точность, то есть количество знаков после запятой, указываются в окне настроек программы. Величина расценки рассчитывается автоматически, используя параметры времени выполнения операции, разряда работ и специальности. Расценка может быть рассчитана одним из трех методов. Первый. Как произведение нормы времени и тарифной ставки, которая зависит от разряда, либо от разряда специальности, этот метод расчета наиболее распространен. Вариант номер два. Как произведение скорректированной нормы времени и тарифной ставки. Этот метод расчета используется на некоторых трикотажных предприятиях. Третий вариант. Как часть общей стоимости пошива изделия, пропорциональная произведению нормы времени и тарифного коэффициента. Этот метод расчета используется при пошиве изделий на заказ. Чтобы открыть справочник тарифных ставок и коэффициентов, нужно в главном окне программы выбрать пункт меню «Сервис» «Тарифные ставки». В появившемся окне с помощью кнопок «Добавить», «Изменить», «Удалить» нужно ввести ставки и коэффициенты. Единица измерения величины ставки указывается в настройках программы. Здесь ее можно увидеть в заголовке окна. Тарифный коэффициент равен отношению ставки текущего разряда к ставке первого разряда. Если при вводе ставки поле коэффициента оставят пустым, он будет рассчитан автоматически. Ставка может зависеть только от разряда работ, либо от разряда и специальности. Например, можно указать собственную тарифную сетку для работ в секции ВТО. Переключатель специальности расположен в верхней части окна. Если специальность не указана, то ставка относится ко всем видам работ заданного разряда. Поскольку с течением времени тарифные ставки пересматриваются, они характеризуются признаком даты утверждения. Это позволяет корректно хранить информацию о сдельной заработной плате, а также получать данные о стоимости изготовления изделия в разные периоды времени. Для того, чтобы ввести новый набор тарифных ставок, нужно нажать кнопку «Добавить дату», выбрать новую дату утверждения ставок и нажать кнопку «Ок». А затем заново сформировать набор ставок с помощью кнопок «Добавить», «Изменить» и «Удалить». В таблице узлов есть колонки суммарного времени выполнения и суммарной стоимости обработки. Эти же величины показаны в списке секций и в списке предметов. В правом нижнем углу показаны суммарное время и стоимость изготовления модели в целом. Для вставки новой операции в середину списка необходимо выбрать операцию, перед которой необходимо вставить новый пункт. Затем в главном меню выбрать пункт «Операция» «Вставить». Либо щелкнуть правой кнопкой мыши над областью операций и в появившемся контекстном меню выбрать пункт «Вставить». Либо нажать клавишу F6 на клавиатуре. В появившемся окне нужно ввести параметры новой операции и сохранить результат. Для добавления новой операции, похожей на ранее введенную, необходимо выбрать операцию «Образец», а затем в главном меню выбрать пункт «Операция» «Повторить». Либо выбрать пункт «Повторить» в контекстном меню. Либо нажать клавишу F5 на клавиатуре. При этом откроется окно редактирования операции с уже заполненными характеристиками, взятыми из операции образца. Останется только внести нужное исправление. Новая операция будет добавлена после операции образца. Чтобы изменить какие-либо характеристики выбранной операции, нужно в главном меню выбрать пункт «Операция» «Изменить». Либо выбрать пункт «Изменить» в контекстном меню. Либо нажать клавишу F4 на клавиатуре, либо дважды щелкнуть левой кнопкой мыши по операции. В открывшемся окне внести необходимые корректировки и сохранить результат. Для удаления выбранной операции необходимо в главном меню окна выбрать пункт «Операция» «Удалить». Либо выбрать пункт «Удалить» в контекстном меню. Либо нажать на клавиатуре клавишу F8 и подтвердить, либо отменить свое решение. Чтобы изменить порядок операций в списке, нужно в главном меню окна, либо в контекстном меню, выбрать пункт «Переместить вверх» или «Переместить вниз». Либо нажать на клавиатуре сочетание клавиш Ctrl-стрелка вверх или Ctrl-стрелка вниз. Выделенная операция переместится в указанном направлении. Чтобы переместить выделенную операцию в произвольное место, нужно в главном меню в пункте «Операция» либо в контекстном меню выбрать пункт «Переместить». Далее указать, перед какой операцией, либо после какой операции мы хотим видеть выделенную. Либо указать перенос в начало узла, либо в конец. Выделенная операция будет перенесена в указанное место. Чтобы изменить нормы времени одной или нескольких операций на какой-либо процент, нужно выделить операцию в списке. Для этого нажать и удерживать на клавиатуре клавишу Ctrl и щелкнуть один раз левой кнопкой мыши по нужным операциям таблицы, после чего Ctrl-отпустить. После этого в главном меню «Операция» либо в контекстном меню нужно выбрать пункт «Изменить время на процент». Далее в появившемся окне указать процент изменения, положительные для увеличения или отрицательные для уменьшения затраты времени и «Сохранить изменения», нажав клавишу ОК. Кроме того, выделять операции можно через контекстное меню, воспользовавшись пунктами «Выделить», «Снять выделение» или «Инвертировать выделение». Система также дает возможность указывать затраты времени на выполнение операций с учетом коэффициентов, например, коэффициент сложности ткани, коэффициент за вредные условия труда и т.п. Для этого необходимо включить индикатор «Коэффициент сложности вредности» в окне настроек. Тогда в окне операции рядом с колонкой времени появляется колонка с коэффициентом, где показаны нормы времени с учетом коэффициента. В одной последовательности для разных операций могут указываться различные коэффициенты. Допустим, на часть операции будет ставиться коэффициент рисунка либо гладкости ткани, на другие – коэффициент за вредные условия труда. Коэффициент может применяться только к расценке либо к расценке и затрате времени. Чтобы указать для операции коэффициент, нужно выделить одну или несколько операций в списке и в главном меню операции либо в контекстном меню выбрать пункт «Коэффициент сложности вредности». В появившемся списке нужно выбрать нужную позицию. Этот список можно дополнять и корректировать с помощью кнопок «Добавить», «Изменить» и «Удалить» в верхней части окна либо через те же пункты контекстного меню. Нужно помнить, что значение коэффициента является ссылочным, то есть если вы измените значение коэффициента, то это изменение коснется не только выбранной операции, но и всех других операций в базе данных. Для подтверждения выбора коэффициента нужно нажать кнопку «Ок». Измененная затрата времени будет показана в колонке с коэффициентом. Измененная расценка, вычисленная с учетом коэффициента времени или сложности, помечается звездочкой. Чтобы убрать коэффициент для одной или нескольких операций, нужно выделить их в списке, затем в контекстном меню выбрать пункт «Коэффициент сложности вредности» и в появившемся окне выбрать пункт «Нет коэффициента». Кнопку «Ок» сохранить изменения.